Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу вам предложить видео и показать, как поживают необычные растения в моем саду. Растения, которые сейчас я вам покажу, растут в Калининградской области без всякого дополнительного ухода, без укрытия. Зимуют прекрасно. Для кого-то, может, они покажутся необычными. Для меня они необычные, потому что в наших садах в Калининградской области я таких растений не встречала. То есть они не так распространены в садах. Эти все растения я покупала не у нас. Все они ко мне приехали из разных питомников и теперь украшают мой сад. Первое растение, которое уже несколько лет растет в моем саду, которое я заказала из интернета, это василисник. Это растение декоративное. На зиму пропадает, срезается на уровне земли, все ее побеги, а весной заново отрастает. В прошлом году я подробное видео снимала, как выращивать, как размножать. В этом видео просто покажу эти растения. Не буду углубляться в такие вопросы, как выращивать, как размножать. Просто покажу красоту их. Это растение, я могу вам точно сказать, что оно очень выносливое. Здесь вот оно растет в таком миксе с разными растениями. На вот такой клумбе здесь есть и ива хакура нишики. Думала я, не выживет это растение в этом году. Не проснется, не взойдет, так как у нас была аномально влажная зима. Все было здесь залито водой. Шли проливные дожди, земля была замерзшая, вода не могла уходить. И все здесь было затоплено водой. Такие растения, как лилия, здесь еще рядом росла сирень, это все погибло. А вот василисник выжил. И, конечно, он в этом году не такой пышный. Цветение у него очень красивое. Цветочки очень нежные, похоже, посмотрите, как бабочки. Очень красивые. Листва тоже очень красивые. Вот такая декоративная. Это растение ждет своей пересадки и будет посажено в более достойное место. Всегда говорю в своих видео, что я начинающий садовод. Многие растения ищут свое место в моем саду. Бывают неправильные посадки, не очень удачные. Но прекрасно оно растет, как на солнышке, я заметила, так и в полутени. Называется василисник. Большая часть у него уже цветочков отцвела. Ну, а некоторые еще цветут. Растет у меня в саду зверобой кустарниковый. Очень красивый кустарник с декоративной листвой, цветущей. Сейчас он не цветет из-за жары. Уже отцвел. А так его цветение продолжается до самых заморозков. Зимует он в Калининградской области неплохо. Побеги, конечно же, подмерзают. Я их обрезаю на уровне земли. И вот эта вся масса нарастает с весны. И успевает он зацвести. Мой сад украшает юконичитое. Очень декоративное растение. В моем саду оно прекрасно зимует, без всякого укрытия, без всякого дополнительного ухода. Вот так она красиво смотрится. Ей примерно 4 года. Еще она ни разу не цвела. У нее довольно-таки толстый ствол. Очень много дает деток вокруг себя. Вот там вы видите, вот такие молодые юки. Я их откапываю, не даю им расти. И можно посадить в горшок и вырастить рассаду юкиничтой самим. Ну, растение очень эффектное, я считаю. Ну, такое небезопасное. Стебли довольно-таки жесткие. И сами кончики вот этой юки очень-очень острые. Пробую выращивать юку в кашпо. Посадила неделю назад вот такую композицию. Это тоже юканичитое, которая была весной от большой юки отсажена в горшочек. Вот так уже подросла. С хорошей корневой системой. К ней я сюда в композицию посадила овсяницу. И почва-покровник. Всегда пробую что-то новое для себя. Выращиваю растения в разных условиях. Хочу посмотреть, как эта композиция будет выглядеть на следующий год. Также юки бывают еще варегатные. Но это моя мечта. Приобрести свой сад варегатную юку. Еще у меня есть один сорт юки, который я точно не знаю. Растение молодое. Сейчас вам покажу. Это молодое растение юки. Ему примерно год. Как я его купила. Вот так оно уже разрослось. Но это другой сорт. Это не ничитое. Она растет. Эта юка немножко по-другому. Более пушистая. У нее не такие стебли широкие. И стебли не такие жесткие, как у той юки. Кизильник на штамбе. Очень необычное, красивое такое растение. Красивое. Декоративное. У него вот такие мелкие листочки, блестящие. Сейчас вот такие уже на нем красные плоды. Начинают созревать. Будут еще красней. Самая красота этого растения осенью, когда его листва становятся багряно-красной. Это с другого ракурса кизильник. Вот здесь просто не хватает одной ветки. Сильные ветра сломали вот здесь одну часть ветки. Таким растениям на тонком стволике, на штамбе в нашей Калининградской области растение не так-то просто. Из-за ветров. Приходится делать им дополнительные опоры или подпорки. Есть в моем саду вот такой вот карликовый декоративный клен. Очень красивый. Вот такой вот малыш. Вот с такой вот ажурной красивой листвой. Листики мелкие, очень ажурные. Зеленовато-желтоватого цвета. Веточки вот так вот изгибаются интересно. Растет он здесь уже несколько лет. Когда-то рос в миксбордере с другими растениями в групповой посадке, но не смотрелся. Решили посадить его вот так сольно, чтобы любоваться этим растением. Еще такой у меня был декоративный клен только с красной листвой. Но погиб пару лет назад от весенних возвратных заморозков. Красивейший листопадный кустарник – это бресклет крылатый. Покажу вам всю его красоту осенью. Ну и так, это довольно-таки красивый, необычный кустарник. Он довольно-таки медленно растет. Может расти на солнышке и в полутени. У него очень красивые и листья, и сами веточки-побеги. Также на нем бывают красные ягодки-плоды. То есть кустарник очень декоративный. Ветки у этого кустарника четырехгранные, вот с такими острыми ребрами. Необычная вот такая ветка. Этот бресклет крылатый я заказывала в интернете совсем маленьким черенком. Ну, примерно, наверное, 4 года назад черенок был где-то 20 см. Вот за это время вырос вот такой вот кустик. Ну, это, конечно, король сада осенью. Это просто зрелище завораживающее. Я не видела красивее кустарников. Некоторые листочки уже начали менять свой цвет. И они будут осенью все вот такого цвета. Ярко-красного, насыщенного. Очень-очень красивый кустарник. А ягодки тоже на нем будут потом красные. Вот такие вот маленькие-мелкие. Еще один прекрасный кустарник есть в моем саду. Это скумпия. Также она была заказана, приехала ко мне из питомника, из другого города. Маленьким череночком, наверное, сантиметров 25. И вот за 4-5 лет выросло вот такое замечательное, красивое растение. Зимой также в Калининградской области прекрасно, без всякого укрытия и без дополнительного какого-либо ухода. Весной она просыпается позже, чем все остальные кустарники. За счет этого она не попадает под возвратные заморозки. В этом году она дала очень хороший прирост и пошла быстро в рост. Листва у нее очень декоративные, жесткие листики бордово-красные, с прожилками. Это цветущий кустарник. В прошлом году она у меня цвела, но в этом году пока я не вижу, что она собирается зацветать. Она вот пошла в рост, дала вот такие большие побеги, приросты в этом году. Кому будет интересно, как цветет скумпия, она цветет очень необычно. Можете посмотреть в интернете. Сверху выпускает такое облако, как паутинка, как вуаль. Розовое. Необычное растение. Еще хочу вам показать два хвойных растения. Они, конечно, необычные, но мои любимые. И здесь вот они так посажены, не очень удачно, не на таком видном месте. Но так получилось у нас. Это тис. И вот это безымянное растение, которое нам тоже подарили, но оно мне очень нравится. Мне кажется, что это какой-то кипарисовик. Зеленовато-голубоватый. Очень красивая форма у него. Растет вот такой компактный, красивый, пушистый. Но нам его подарили, можно сказать, отдали. Уже поздно, когда в саду была сформирована большая часть всех миксбордеров. И посадить уже его туда было никак нельзя. И вот здесь он оказался за домом. Такое место, где мы редко бываем. Но все равно можно прийти полюбоваться таким красивым хвойным растением. Вот оно с другого ракурса. Тоже это молодое растение. Ему где-то примерно 4 года. Но очень мне нравится. А вот так смотрится тис на солнышке. Вот с таким желтым отливом у него хвоинки. Еще одно растение, которое я очень люблю и считаю его необычным для своего сада. Это лиственница. Хвойное растение, которое сбрасывает хвою на зиму. Сейчас не получится ее показать во всей своей красе, так как здесь тень за домом. На солнце, конечно, она выглядит очень красиво. Этот хвойный растет довольно-таки очень высоким. Уже несколько раз мы прищипывали ему макушку, чтобы он рос более пышным, пушистым. Хвоя у нее очень мягкая и нежная. Приятно даже прикасаться к ней. Цвет вот такой, зеленовато-золотистый. Очень нравится мне это растение. Но оно не декоративно зимой. Зато в остальное время это, конечно, красавица. Украшение сада. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, в этом видео я поделилась с вами, как поживают и как подросли мои растения необычные в моем саду. На этом буду заканчивать свое видео. Спасибо вам всем за просмотр и до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok